Мелкоклеточный рак Сюда относятся эпителиальные опухоли, которые делятся на высоко дифференцированные и низко дифференцированные, куда, собственно, и попадает мелкоклеточный рак. И есть еще группа неэпителиальных опухолей, которые очень часто встречаются именно в области органов головы и шеи. Это и медулярный рак щитовидной железы, и параганглиома, которые также могут встречаться в гортане и в ряде случаев требуют дифференциальной диагностики с эпителиальными нейроэндокринными опухолями разной степени дифференцировки. А параганглиома в том числе иногда дифференцируется с гранулярно-клеточной опухоли. Что касается подразделения в пределах групп высоко и низко дифференцированных опухолей, то в рамочной схеме предлагается трехступенчатая система классификации для большинства локализаций высоко дифференцированных опухолей и двухступенчатая система для низко дифференцированных, которая вне зависимости от локализации подразделяет на эндокринные раки, на мелкоклеточные и крупноклеточные в зависимости от цитологических характеристик, от размерных в первую очередь, хотя они не являются единственными. Но в области головы и шеи, в гортани в частности, есть и сохраняется своя сайт-специфическая терминология. Если честно, она может вызывать определенную путаницу, потому что если мы посмотрим на ВОЗ 2017 года, который на сегодняшний день является рабочей классификацией для нас, то все нейроэндокринные образования делятся на высоко дифференцированные нейроэндокринные карциномы, умеренно дифференцированные нейроэндокринные карциномы и низко дифференцированные нейроэндокринные карциномы. То есть в качестве определителя или термина для всех нейроэндокринных опухолей этой локализации используется карцинома, хотя если мы проведем параллели с рамочной классификацией, которая является универсальной или агностической, то высокодифференцированная нейроэндокринная карцинома гортани или типичный карциноид соответствует высокодифференцированной нейроэндокринной опухоли G1, в то время как умеренно дифференцированная карцинома – это атипичный карциноид или NETG2. Ну и, собственно, предмет нашего сегодняшнего интереса – это мелкоклеточный нейроэндокринный рак. Является действительно редкой опухолью, составляет менее процента от всех карцином гортани, но при этом является второй после плоскоклеточного рака по частоте злокачественной опухолью этой локализации. Как правило, это возрастные мужчины, которые имеют длительный стаж курильщика, и мы знаем, что, как и для рака легкого, мелкоклеточный рак очень строго ассоциирован с курением, и в том числе со стажем курения, хотя за пределами пульмонарной локализации, за пределами легких, мелкоклеточные раки встречаются довольно редко. Что необходимо для диагноза? Это, безусловно, нейроэндокринные морфологические черты, которые мы обсудим на примере несколько позже, и как минимум один позитивный нейроэндокринный маркер, из которых нам предлагают использовать стандартные классические синаптофизины хромогранин. Все еще предлагают использовать CD56, который хоть и обладает высокой чувствительностью, но является очень низкоспецифическим маркером, и появляются новые маркеры, которые обладают на сегодняшний день, по крайней мере, более высокими показателями чувствительности и специфичности. И так как это злокачественная, низкодифференцированная нейроэндокринная опухоль, она должна демонстрировать высокую методическую активность. Как правило, это больше 10 метозов на 10 полей зрения или на 2 квадратных миллиметра. Что касается локализации в пределах гортани, то мелкоклеточный рак может встретиться в любых отделах, но по литературным данным отмечается, так сказать, более излюбленная локализация в супраглотис, это наджелудочный отдел гортани, то есть в более высоких отделах, чем в нижних отделах. Что же касается морфологических характеристик, то как мелкоклеточный рак других локализаций, это солидная опухоль, которая состоит из, как правило, довольно мелких клеток со скудной цитоплазмой, как правило, овальными гиперхромными ядрами с так называемыми характерными нейроэндокринными чертами хроматина в виде соли с перцем, то есть это мелкогранулярный такой дисперсный хроматин. И здесь у нас всегда встает дифференциальный диагноз между мелкоклеточным и крупноклеточным раком, и критерием является размерность, и попугаем, с которым мы сравниваем опухолевые клетки, является малый лимфоцит. И условная граница – это три размера малых лимфоцита. То есть если опухолевые клетки, а точнее их ядра, меньше, чем три ядра малого лимфоцита, мы называем этот рак мелкоклеточным. Если больше, то мы называем его крупноклеточным. Но для мелкоклеточного рака гортани, как и для других локализаций мелкоклеточного рака, характерно так называемое развитие краш-артефакта, потому что очень деликатная, нестабильная клеточная мембрана, и даже при небольшом физическом воздействии эти клетки сминаются, разминаются и превращаются в такие гомогенные или не очень гомогенные поля гиперхромных клеток, даже при малейшем усилии во время биопсии. А мы, как правило, ставим этот диагноз на биопсийном материале. Эти опухоли нередко на момент диагностики уже распространены, и не идет речь о каком-то обширном лечебно-диагностическом вмешательстве. Поэтому не всегда удается оценить и размерность клеток, и структуру хроматина. Структура хроматина является второй основополагающей опорой для дифференциального диагноза с крупноклеточным раком, потому что для мелкоклеточного рака не характерно наличие ядрышек, и, как правило, это более плотный, более компактный хроматин. И вариабельность или полиморфизм в пределах опухоли менее характерны для мелкоклеточного рака, хотя, как в этом примере вы можете видеть, может встречаться. Еще необходимо сказать о том, что в ряде случаев эпителий над опухолью, потому что опухоль развивается под слизистом, не развивается из непосредственно эпителиальных структур, может подвергаться плоскоклеточной метаплазии для гортани и в ряде случаев даже дисплазии с развитием в том числе плоскоклеточного инвазивного рака. И опять же здесь мы попадаем в зависимости от того, в каком объеме и из каких отделов образования взята биопсия, и поверхностные биоптаты могут содержать только поверхностный эпителиальный компонент, не содержать основной, собственно, определяющий прогноз части опухоли, представленный мелкоклеточным раком, но, слава богу, это реже, чем в ассоциации с гранулярно-клеточными опухолями. Так как эта опухоль эпителиальная, ее эпителиальную природу мы можем подтвердить, используя промежуточные филаменты в виде низкомолекулярных цитокератинов. Из них самыми специфичными является 8-й и 18-й. Имеет смысл это делать, потому что гортань является частой локацией и для развития парагонглиом, которые являются неэпителиальными нейроэндокринными опухолями и не должны экспрессировать цитокератины. То есть в ряде случаев в дифференциально-диагностическом ряду эти маркеры позволяют отличить нейроэндокринную опухоль разного происхождения. И, безусловно, должна быть константная экспрессия нейроэндокринных маркеров. При выборе маркера, который использовать для дифференциальной диагностики, как я уже неоднократно говорила, опираться здесь на литературные данные тяжело, потому что существует масса антител, разных клонов различных нейроэндокринных маркеров. Они по-разному работают в зависимости от используемой системы детекции. Поэтому имеет смысл выбирать тот маркер, который лучше всего работает именно в вашей конкретной лаборатории. И для того, чтобы поставить диагноз мелкоклеточного рака гортани, необходимо хотя бы один диффузно-позитивный нейроэндокринный маркер. Хотя мы знаем, что, скажем, нейроэндокринные мелкоклеточные раки легкого способны терять экспрессию всех имеющихся на сегодняшний день в нашем арсенале нейроэндокринных маркеров, но при соответствующей морфологии этот диагноз все равно может быть установлен. Что касается экспрессии ТТФ1, то она встречается в мелкоклеточных раках гортани, она вариабельна, не константна, и она не является индикатором происхождения, скажем, легочного для этих опухолей. Потому что мы знаем, что мелкоклеточные раки любой локализации, любых органов способны гиперэкспрессировать ТТФ1, и в данной ситуации он не является диагностическим или маркером тканеспецифичности, но при этом нужно помнить о том, что мелкоклеточный рак легкого самый частый мелкоклеточный рак среди всех остальных. И от 2,5% до 5% только мелкоклеточных раков развивается за пределами легкого. И чаще всего, то есть на втором месте после легкого является опухоль пищевода. Поэтому при диссеминированном процессе всегда необходимо исключать первичную опухоль легкого при наличии морфологии мелкоклеточного рака и при наличии каких-то изменений в легочной ткани. Ну и так как это низкодифференцированная опухоль, она характеризуется высокой пролиферативной активностью, как правило, на больше 50%, часто больше 70%, и, собственно, это определяет и агрессивное клиническое течение, и прогноз этих образований. Спасибо за внимание.